Гений места. Фестиваль пройдет в Перми уже в третий раз. При этом впервые мероприятия в течение двух дней будут проводить на площадке завода Шпагина. Пока еще в пустом пространстве, которое только предстоит наполнить смыслом мероприятия, мы разговаривали с одним из организаторов фестиваля Михаилом Мальцевым. В этой локации мероприятие будет проходить первый раз. Сегодня, наблюдая эти пустые заводские стены, сложно представить, как это все будет размещено. Есть у вас какое-то видение на этот счет? Да, мы нарисовали карту и разнесли все наши мероприятия по цеху. Я думаю, что все будет хорошо и органично смотреться и работать. А звук? Такое место рабочие. Когда здесь шли ремонтные работы, я думаю, тут тоже было не тихо. Поэтому это, в общем, гений этого места. Где на этой карте будут спрятаны главные сокровища мероприятий? Смотря для кого. Потому что наша программа очень разноплановая. Начиная от мероприятий для детей и родителей, заканчивая деловой программой. Если человек, например, хочет послушать что-то, скажем так, более серьезное, для него будет работать площадка деловой программы. Если люди, жители нашего города пришли просто, чтобы хорошо провести свое время, для них будет работать лекционная площадка, книжная ярмарка с книгами по издательским ценам, детская площадка и музыкальная площадка. Но все это будет в этом помещении, в цеху. Я думаю, что сориентироваться будет несложно. Как вы пришли именно к этой компоновке программы фестиваля? То есть и деловая повестка, и развлекательная, и дети. То есть старались угодить всем или же с чем это связано? Ну, вообще история фестиваля такова. В 2015 году мы с моим коллегой Денисом Корнеевским, который является соорганизатором этого фестиваля, придумали такой формат, что проводить не просто книжный фестиваль, не просто книжную ярмарку, а как-то ее тематизировать. И мы, в общем, недолго думая, пришли к заключению, что, во-первых, у нас страна очень большая, и сами размеры и ее разнообразие и ландшафтное, и природное, и историческое, предполагают большой, скажем так, интерес туристов к регионам. А с другой стороны, она литература центричная. То есть, если уж говорить про Россию, что в России за 200 лет самого главного случилось, то это, можно сказать, русская литература. Поэтому эта комбинация была очень для нас очевидной. А когда мы обратились к нашим друзьям с этой идеей, к Олегу Ощепкову и Елене Борисовне Шперкиной, они дополнили, собственно, концепцию этого фестиваля еще и вопросами туризма. То есть, появилась деловая программа. Им показалось, что это очень хороший повод и формат для того, чтобы еще и говорить о каких-то деловых вопросах, связанных с туризмом. И в прошлом году появилось целое новое направление, гастрономическое. То есть, одно как бы вырастало из другого. И мне кажется, что это все очень органично сочетается и объемлется темой перемещения и написания текстов. А детская программа музыкальная. Мы просто хотели, чтобы фестиваль был в случае, даже если людям будет неинтересно какое-то конкретное мероприятие, просто приятным, интересным городским событием, на которое можно потратить свое время. Съездить, покушать, почитать. Эти три глагола можно? Почитать, послушать музыку, узнать много интересного про свой город, про регион, про страну и про другие страны. Касаемо деловой программы, что планируется обсуждать? Кто будет спикерами? В этом году два направления основных у деловой программы. То есть первое, и это будет выездная сессия, то есть до того, как мы появимся здесь на площадке, выезд в Ильинский будет посвященный локальной кухне, локальным историческим, аутентичным рецептам и продуктам. А почему именно Ильинский, извините, перебил вас? Ну вот такое решение приняли наши партнеры, Елена Борисовна. Потому что, во-первых, регион, очевидно, в котором возможно до сих пор отыскать какие-то кулинарные, аутентичные традиции. Интересен с точки зрения продуктов, которые там используют. Производятся, между прочим. И производятся. Ну, потом Ильинский, это Пермский край. Ну, просто, скорее всего, на ум приходит, я не знаю, наш комиокруг дорогой, там, эти знаменитые пистики, да, там, нежели там какая-то продукция из Ильинского. Но мне было бы, на самом деле, интересно понять, да, что какое-то есть там аутентичное действительно блюдо именно вот родом из Ильинского. Ну вот, наша экспедиция туда отправляется. И вместе, собственно, со спикерами едут историки русской кухни супруги Сюткиной, которые много пишут, много рассказывают про русскую кухню, производят периодически такие археологические раскопки, достают какие-то блюда, но которые действительно не являются, скажем так, ну, типичными, как бы, туристическими какими-то блюдами, да, которыми мы пытаемся, значит, закидать иностранцев, представив это как нашу русскую кухню настоящую. А действительно подлинная вот кухня, там, 19 века. Вот. И все это в этом году будет связано со строгановскими традициями, то есть с рецептами времен Строгановых. Вернемся к деловой программе. То есть, ну, одной выездной сессии, я так понимаю, не обойдемся. Да. А здесь уже на площадке, то есть в субботу мы начинаем работу на заводе Шпагина, то есть фестиваль разворачивается полностью. И в деловой программе будет, ну, то есть основное внимание деловой программы будет посвящено, значит, историческим кварталам, историческим местам города, как местам, привлекательным для туристов, для приезжих. Например, какие вы считаете вот самыми яркими такими точками, локациями? Я понимаю, что сложно выделить какой-то конкретный квартал, но тем не менее. Вот это все мы будем обсуждать и выяснять как раз-таки на фестивале. А с привлечением кого? Какие места Перми могли бы быть такими точками, местами силы привлекать внимание туристов? Но разве часть этой работы не уже сделаны? Там те же красные линии, зеленая линия? Ну, я хочу отметить, что зеленую линию как раз Олег Ощепков сделал в Перми. То есть это один из организаторов этой деловой программы. Поэтому я думаю, что как раз Олег будет углублять и расширять эту тему. И он как раз человек, который, мне кажется, в первую очередь обладает теми компетенциями, чтобы все эти темы развернуть должным образом, чтобы это все работало. Лидеры мнений в туристической сфере, так называемые тревел-блогеры. Я знаю, что есть здесь тоже изюминка, как минимум одна. Ну да, это небезызвестный Эльнар Мансуров. Это тот самый человек, путешествующий с головой медведя. Голова медведя уже где только не побывала. На каком только фоне мы не видели арктических льдов и Южной Америки, и чего только нет. Да, мы пригласили Эльнара Мансурова. Кстати, мы его приглашали в предыдущий раз, но не получалось. Он где-то был в это время, где-то путешествовал. Ну, вот тут так хорошо совпало, что наконец в Перми он будет рассуждать об современном искусстве, о роли современного искусства, арт-объектов внутригородской среды, как вот, опять же, неких привлекательных мест и вещей, которые разнообразят впечатления туристические, как делают места особенными. В этом смысле, опять же, Пермь ничем не хуже, скажем, других городов, известных своими граффитчиками и художниками. Мы все знаем, что у нас достаточное количество очень интересных мастеров, которые работают в Перми, и здесь есть что обсудить, есть с чем сравнить, и что приятно, Пермь будет выглядеть абсолютно достойно на фоне всех других городов, которые известны своими граффити-мастерами. Мы, у нас буквально две минутки осталось, мы не поговорили еще о самом главном, наверное, с вашей точки зрения, да, это о книжной составляющей, потому что там покушать немножко обсудили, да, про путешествия поговорили, а про вот почитать? Ну, мы, естественно, всегда стараемся сделать мероприятие максимально интересным для читающей публики, поэтому у нас остается наша традиционная книжная ярмарка, то есть это лучшее издательство Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, которые представят свои книги, новинки в том числе, вот, будет возможность, собственно, общаться. То есть это, я хочу обратить внимание, что это издатели, то есть это те люди, с которыми можно поговорить про их книги, и они про них интересно могут рассказать. Во-вторых, у нас довольно интересная, как мне кажется, программа, связанная с литературой, это Александр Архангельский, известный филолог, публицист и писатель, он специально для гения места будет рассуждать о традиции тревелога в русской литературе, потому что все 200 лет существования русской литературы как профессионального дела русские писатели любили путешествовать и очень любили про это писать. Мы знаем там воспоминания и Гоголя об Италии, и Достоевского про путешествия в Европе и так далее, и так далее. И вплоть до наших дней эта традиция очень продолжает оставаться живой и интересной, вот про это Александр расскажет. Ну и из программы бы, наверное, я еще хотел выделить выступление Сергея Летова, это известный джаз-музыкант, авангардист, который выступал с Сергеем Курехиным в поп-механике, старший брат небезызвестного Егора Летова, то есть человек, который может не только по теме, но еще, в общем, интересно, наверное, рассказать, вспомнить разные интересные случаи и времена. Вот, наверное, я бы выделил двух этих людей в качестве вот прям таких суперзвезд. Ну, большая работа подготовительная, как я понимаю, сделана, проведена, да, но это означает, что все получится, вам удачи, я думаю, что этот цех будет полон. Спасибо.